Добрый вечер, это программа «Здесь и сейчас». Не вернется ли дистанционка? Не разорят ли покупки к школе семейный бюджет? Подружатся ли дети в классе? У родителей сегодня немало страхов и хлопот. Вместе со своими собственными, всех детей региона в школу сегодня провожала уполномоченный по правам ребенка. Во Владимирской области Юлия Росненская. Юлия, приветствую вас в нашей студии. Добрый день, Илья. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Нам можно задавать вопросы, не стесняйтесь. Телефон студии 324322, код города 4922. Начнем с сегодняшнего повода. Тем более, что еще все это в голове, все это перед глазами. Первое сентября. И вы своих сегодня, кстати, успели или все по работе? Мы еще пока не доросли. А, хорошо. Итак, первое сентября. Где вы встречали? Вы знаете, ну, во-первых, мне бы хотелось поздравить всех телезрителей, причастных к сегодняшнему дню. А их достаточно много. Это в первую очередь и наши дорогие дети, и уважаемые педагоги, и родители, и бабушки, и дедушки. Все те, кто сегодня переживал с трепетом сердца, шел в первый класс или наоборот, шел в одиннадцатый, на последнюю свою линейку в школе. Поэтому ребятам, в первую очередь, хочется пожелать успехов, отличных оценок, верных друзей, новых эмоций, впечатлений, чтобы все в их школьной жизни было замечательно и безопасно. А родителям хочется пожелать поддерживать своих детей, потому что это очень важно, понимать, что чувствует твой ребенок, радоваться его успехом и поддерживать его времена каких-то не совсем удач. А уважаемых педагогам сказать хочется большое спасибо за тот самоотверженный труд, за ту любовь, за ту бескорыстность, которую они отдают детям, и творчество им. Тоже больших успехов. Сегодня вы были в Камешково. Это прием, это ознакомление, это линейка торжественная. Да, сегодняшний день я провела в городе Камешково, в Камешковском районе, и с удовольствием посетила первую школу, где меня любезно встретила Светлана Евгеньевна, директора этой школы. Мы поучаствовали в торжественной линейке, пообщались с ребятами в рамках классного часа, который касался, опять же, вопросов безопасности, в большом смысле, да, комплексном этого слова. Посетила я социально-реабилитационный центр в Камешковском районе и Дом культуры, где очень много детей приобщаются к культурной жизни, участвуют в культурных мероприятиях, сами творят. 1 сентября большая нагрузка, психоэмоциональная, конечно, финансовая тоже. Для родителей, как справляются с этим многодетные семьи, в одном из сюжетов расскажут мои коллеги. Альбом, цветная бумага, тетрадки, пластилин, краски, карандаши, линейка, ручки. К школе подготовили не только канцтовары. В этом году в рамках акции «Школьный портфель» подопечные Российского детского фонда смогли получить еще и новую одежду. Спонсоры проекта закупили 100 комплектов школьной формы, а также подарили несколько коробок спортивной обуви. В помощь они отказали и сами семьи. Я все время все отдаю. Я ничего не продаю. У меня очень много всяких хороших вещей, потому что и нам отдают, и я также отдаю нуждающей семье. Я уже всех их знаю, они знают меня, то есть они мне сами звонят, я звоню. Все это собираю, ко мне приезжают и забирают это. Получить помощь могут многодетные и неполные семьи, а также воспитывающие детей инвалидов. Всего в базе фонда их более 600. Но мы помогаем и детям сельской глубинки. Мы тесно сотрудничаем с реабилитационными центрами, с отделами соцзащиты. И иногда у нас бывают заявочки и из районов, из комплексных центров, где тоже есть дети-инвалиды. Мария Меркулова, мама со стажем, воспитывает десятерых детей. Семь дочек и трех сыновей. Еще в школе Мария мечтала о большой семье. Чтобы собрать одного ребенка в школу, тратить приходится около 20 тысяч рублей. В рамках акции многодетная мама подготовила к учебе уже шестерых детей. Если есть школьники в семье, они оповещают, что будет такой-то праздник, смотрят погоду. Если ребенок подходит по школе, то они приглашают нас на праздник. Приезжаем на праздник в парк 850-летия. Там у них танцы, концерт. А потом уже, когда проходит концерт, они уже дарят подарки. Вызывают детишек, кто идет в школу, первоклассников. И дарят уже набор, портфель, констовар. Первоклассникам традиционно вручили портфель с констоварами. В среднем цена набора, не считая стоимости рюкзака, составляет 1000 рублей. В этом году их получили около 100 школьников. За 20 небольших месяцев работы в должности, насколько сложные ситуации, в которые попадают родители с детьми, вам пришлось распутывать? Или по-настоящему сложно еще впереди? Вы знаете, каждая ситуация, которая касается сложности, которые происходят в семье, которые могут напрямую или косвенно касаться ребенка, мной воспринимается серьезно и как самое ответственное, наверное. Поэтому действительно всегда приходится очень внимательно подходить к каждому приему, когда граждане приходят или звонят по телефону. Поэтому ситуаций много. И в первую очередь, конечно, они касаются взаимоотношений в семье, взаимоотношений бывших супругов. И вот эти конфликты, которые происходят между бывшими супругами, они прямо или косвенно тоже отражаются на ребенке. Поэтому, к сожалению, это факт, и этих ситуаций очень много, и они разные. И чаще всего они завязаны на меркантильных интересах одного или двух супругов друг к другу. Иногда к этой ситуации примешиваются бабушки, дедушки с одной и с другой стороны. Ну вот, большинство приходится работать с такими вопросами. Сейчас позиции нашего государства, и это очень хорошо, направлены на поддержку тех или иных категорий граждан, в том числе и в виде отдельных социальных пособий. И вот у граждан тоже возникает на этот счет много вопросов. Как получить социальное пособие? Подхожу ли я под получение того или иного социального пособия? И очень приятно, когда удается помочь в том или ином вопросе, разъясняя, куда человек должен обратиться, какие документы должен собрать. Все это, конечно, благодаря той когорте профессионалов, которые работают в аппарате уполномоченного, которые помогают, в том числе и с решением этих вопросов. Это не совсем ваши подчиненные, потому что аппараты, то есть сотрудники аппаратов уполномоченных, они у вас общие с другими коллегами, с другими опытами? Да, но они между собой общаются, делятся опытом, выясняют те или иные ситуации. Иногда какие-то вопросы попадают к уполномоченным по правам человеку, но мы понимаем, что они касаются и детских вопросов, и, естественно, прорабатываем вместе. Вот пока, вот эта летняя, теперь уже осенняя работа, она пока сугубо кабинетная или вообще напротив, в кабинете сидеть некогда? Есть и одна сторона, и другая, потому что, конечно, в плане работы с обращениями граждан, отработки каких-то вопросов, это сугубо кабинетная работа. Когда ты погружаешься в нормативную правовую базу, понимаешь, делаешь определенные звонки, чтобы понять, как тот или иной орган или ответственное должностное лицо подходит к этому вопросу. И есть, конечно, множество выездов, то есть это знакомство с территориями, как вот сегодня, например, в Камешковском районе. Это и федеральные мероприятия, например, съезды уполномоченных, которыми я уже принимала участие. Это и ситуации, требующие выездов, да, когда мы понимаем, что есть проблемы в определенной семье, что нужно собственными глазами посмотреть, как же ситуации развиваются. Естественно, едешь в территорию и встречаешься с родителями детей. Вот если можно так тезисами обозначить, каковы же главные проблемы детства во Владимирской области? Ну, если говорить об обращениях, которые поступают в адрес меня, как у полномоченного, естественно, большой пласт обращений связан с льготным обеспечением лекарств детей. К сожалению, эту проблему чаще всего приходится решать в ручном режиме, но так или иначе помочь нужно каждому, потому что мы понимаем, что это та ситуация, когда ребенок экстренно нуждается в лечебной поддержке, да, в медикаментах, в капельницах и прочее-прочее. Поэтому здесь ситуация не требует промедления. Какие еще вопросы? В первую очередь, да, это и лето показало, и сейчас мы вступаем в период осени, да, обучения, это вопросы безопасности. Летом это были одни приоритеты, да, например, ситуация на воде с водными объектами. Сейчас это немножечко другое, да, безопасность на дорогах. Мы понимаем, что сейчас дети после лета немножечко не собраны, естественно, всем нам, как родителям, и детям нужно это объяснять, что нужно предельно быть внимательным, аккуратно переходить через дорогу, быть аккуратным в взаимоотношении с взрослыми людьми, которые могут встретиться на той же дороге, да, не только в машине, но и просто мимо проходящей. Вот вы уже упомянули проблему лекарственной помощи, есть еще и медицинская помощь, да, тоже с ней проблемы. И, во-первых, обещали налог на богатых, да, вот кажется, что он по-прежнему не спасает наших, ну, во всяком случае, всех наших детей, потому что мы все еще слышим о акциях по сбору помощи на дорогостоящие лечения, не всегда, возможно, в пределах нашей страны. С января стоит остро вопрос с лекарственным обеспечением, где и взрослые, дети тоже ожидают дорогостоящих лекарств, и там тоже вот это промедление, оно, боюсь сказать смерти подобное, но на самом деле может привести к непоправимым последствиям, потому что это крайне дорогие препараты, и вот так порой разом за день, за неделю найти даже деньги в бюджете, на них возникают сложности. Довести эти решения до автоматизма, да, вот это что мешает, бюрократия, отсутствие денег, или, в принципе, здесь каждая такая проблема должна решаться в ручном режиме, потому что она не имеет аналогов. Ну, вы знаете, благодаря оппозиции президента на федеральном уровне создан фонд поддержки детей с тяжелыми орфанными заболеваниями, и претерей Александр Ткаченко возглавляет его фонд, называется «Круг добра», но чтобы попасть туда, надо тоже пройти через определенные региональные процедуры, а именно региональные министерства здравоохранения, либо в нашем случае департамент здравоохранения. То есть это, ну, достаточно серьезный системный подход, потому что мы понимаем, что это серьезная работа, это серьезные деньги, которые тратятся этим фондом на поддержку детей, это серьезная помощь, которую эти семьи могут получить. Ну, и на региональном уровне данную работу никто не отменял. Мы, конечно, понимаем, что та потребность детей, которые тяжело больны, она больше, чем государство может это помочь. Поэтому мы видим те ролики, которые призывают жертвовать неравнодушных людей для помощи детям. И пока, к сожалению, мы, наверное, от этого уйти не можем. Но это не отменяет ответственности должностных лиц, да, региональную систему здравоохранения для того, чтобы помогать этим детям, делать максимум из возможного. Как я уже упомянула, что действительно некоторые вопросы приходится решать в ручном режиме. И очень бы хотелось, чтобы это все встало на системные рельсы, потому что родители очень сильно переживают за судьбу своих детей, когда понимают, что у них заканчивается лекарство, когда мы понимаем, что оно есть на складе, и оно может быть выдано ребенку, но в силу каких-то проволочек, да, бюрократических, как вы сказали, это лекарство не находится у нужного человека. К сожалению, это надо преодолеть. Но здесь должна быть четкая организационная система, да, некая ответственность каждого, кто отвечает за ту или иную процедуру, да, которая связана с выдачей льготного лекарства, чтобы это сделано было все быстро и в короткие сроки. Мы же, система же понимает, кто это дети, сколько их, да, в каких лекарствах они нуждаются, потому что, конечно, возникают новые случаи. Но, в принципе, из года в год история эта повторяется. И один и тот же ребенок требует того же лечения на протяжении длительного периода времени. Поэтому, в принципе, все понятно и открыто, да. Главное, вот этот механизм наладить, чтобы он шел сам по себе, как та машина, которая не требует дополнительных толчков. Вот за эти месяц-два работы уже такие истории вам попадали, да? Да, родители пишут очень активно. Да, и удается решать благо дела. И исполняющие обязанности руководители департамента здравоохранения в этом отношении очень живо откликаются на мои просьбы и сразу же реагируют на вот скорейшие крики о помощи, да, что нужно то или иное лекарство. И эта ситуация решается. Я не могу сказать, что следующая проблема, о которой я сейчас предлагаю поговорить, там, менее серьезная или более серьезная, она есть. И она есть у большого количества семей. И я говорю о семьях больших, многодетных. Это проблемы с элементарной инфраструктурой, которая должна быть в каждом населенном пункте. Известна, наверное, проблема, что многодетным часто выделяют участки. Где-то вот на отшибе. И вроде бы место неплохое. И вроде бы природа. И вроде бы по закону положена эта инфраструктура. Нет в этом году, нет в следующем и так далее. Стройку нельзя начать, переехать нельзя. И это еще и накладывается на какие-то еще и страхи, потому что, если это не обустроенное место, какие опасности там могут быть для детей. Об этом еще один сюжет. Это не кадры из фильма ужасов. Так жители микрорайона Лунево-Сельцо возвращаются домой. Освещения здесь нет. Выручают фонарики. Они есть у каждой многодетной семьи. Щебенка, трава, лес и темнота. До ближайшей остановки 4 километра. Родители боятся за безопасность своих детей. Не во всех семьях есть машины. Ближайшая остановка в Лунево – конечная у храма. С остановки идти. Сейчас темнеет рано. Это просто даже опасно – ходить через эти наши два оврага. Они не огорожены. Тротуара никакого нет. Кстати, здесь есть новая остановка, но автобусы к ней не приезжают. Причина – слишком узкая дорога в районе дамбы, утверждают жители. Несколько лет назад проезжую часть размыла. После ремонта она значительно уменьшилась. В мэрии пояснили – автобусы в микрорайон Лунево-Сельцо ходить будут. Один из вариантов – использовать транспорт малой вместимости. Сейчас маршрут 13С обслуживает новый перевозчик, у которого есть такая возможность. Надо опять же смотреть плечо, насколько удлинится плечо и как это скажется на пассажиропотоке. То есть одно дело – один-два пассажира в день, другое дело – 20-30, и третье дело – 100-300. То есть есть еще экономические расчеты, никто этого не отменял. Земельные участки многодетные получили бесплатно пять лет назад по федеральной программе. Тогда городские власти обещали людям все блага цивилизации. Но до сих пор здесь нет ни водопровода, ни газа. Чтобы согреть дом зимой, люди используют газовые баллоны. Вот баллоны. У нас в неделю уходит пять баллонов. И меняем его, мы ездим сами. Четыре на постоянке, и один у нас в прозапас встает. Это где-то в месяц получается до 25 тысяч. В мэрии сообщили, что уже готова проектно-сметная документация на строительство газопровода. Предварительные сроки – 2023 год. Своё законное право на комфортную жизнь местные жители решили отстаивать в суде. Проблема на контроле и в прокуратуре Владимирской области. Вроде бы, да. Вот я думаю, что сейчас завидуют те, кто ничего не получил, потому что немногодетный ему не положено, да, или по доходу не прошёл. На другой стороне, проблемы есть. Проблема годами не решается. Тоже бюрократия? Наверное. Я думаю, что в большей степени, да. А как ещё это оценить? Если действительно есть федеральный посыл для того, чтобы наши многодетные семьи получали земли. А посмотрите сейчас, какой спрос для того, чтобы люди строили частные дома. А пандемия, наверное, нас к этому подтолкнула, да, когда в таких условиях нам гораздо комфортнее жить в собственном доме, нежели в квартире, да. Выйдя на свой приусадебный участок, посадив там что-то, что можно с полной уверенностью съесть, понимая, что это экологически чистый продукт, да. И вот, к сожалению, есть такие проволочки, которые, казалось бы, да, из благих побуждений семья не может реализовать своё право на комфортное проживание, как многодетная семья. Хотя и законом ей это положено. Пока многодетные в очередь ко мне не выстроились? Пока нет. Порой истории из Владимирской области, связанные с проблемами детства, воспитания, семейных отношений, да, они становятся известны на всю страну. Мы о них не знаем, не слышали вроде бы, соседи, может быть, где-то догадывались. И тут вот, известно всем. Благодаря конкретному телешоу на федеральном канале, рекламу моему, конечно, делать не будем, но после эфиров такие истории берётся проверять Следственный комитет, прокуратура, в общем, правоохранительные органы. Всегда ли удаётся наладить мир в таких семьях, которые ненадолго становятся телезвёздами? И нужно ли делать скидку на какие-то телевизионные, вот эти художественные условности федеральных каналов? Илья, я понимаю, о какой семье идёт речь, и знаю тоже, о каком телешоу вы имеете в виду. Но вот, знаете, во-первых, хотелось начнуть с того, что у семьи всё хорошо. Благодаря этому телешоу, не благодаря этому телешоу. Левшову сейчас та семья, которая жила раньше в вагончике, она снимает комнату в общежитии, она живёт в достаточно комфортных условиях, с новой мебелью, с новой техникой. Сейчас один ребёнок находится в семье, двое других пока ни с мамой, ни с папой, но в ближайшее время они из социально-эволюционного центра перейдут тоже в семью. Семья восстановится, и в принципе я очень надеюсь, что всё у них будет хорошо, потому что мама стремится ответственно всё-таки подходить к этому, она достойно содержит своих детей, то есть они в порядке, они накормлены, они опрятно одеты. Поэтому я очень надеюсь, что это история с хорошим финалом. Здесь я хотелось бы остановиться на другом. Вот эта история, которая вышла на федеральный телеканал, она подтолкнула определённую волну. И мне начинали звонить граждане спустя какое-то очень непродолжительное время. Кстати, я и сама выезжала в Александровский и в Кольчогинский район, чтобы контролировать эту ситуацию, понимать, что всё идёт в нужном русле, да, и что всё решится позитивно. Ну так вот, граждане говорили о том, что, понимаете, у нас такая сложная ситуация, я уже позвонила на ряд федеральных каналов, пусть они к нам приедут и нас заснимут. На самом деле это очень прискорбно, потому что, во-первых, люди понимают, что система не срабатывает, что нужно обязательно подключить телевидение, федеральные каналы, чтобы добиться чего-то в их жизни, что они сами сделать не могут. Может быть, они не понимают о тех ресурсах, куда надо подойти, кому нужно постучаться для того, чтобы решилась эта проблема. И ещё один немаловажный вопрос, что всё вот это становится достоянием общественности, в том числе и судьба детей. А это, наверное, тоже не очень хорошо, да, потому что дети-то здесь в чём виноваты? Это исключительно определённое недопонимание среди взрослых, бабушки и, например, супруга этой мамы, да, троих детей. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все наши взрослые ответственно к этой ситуации подходили и понимали, что, вынося какую-то ситуацию в публичную сферу, они не только становятся звёздами телешоу, но и подвергают определённым рискам своих детей. В том числе и лишнего внимания. Она как раз вот несколько лет уже и на волне законов, связанных с декриминализацией семейного насилия, да, так или иначе, она там, это по верхам мы её пробегали, потому что, ну, если насилие, тема очень спорная семейная, там, наказывать, не наказывать, рассказывать о нём или нет, и понятно, что если дискуссия развернётся широко, то мы много чего про и родных, и близких, наверное, узнаем и про себя, может быть. А вот история с публичностью, да, здесь, мне кажется, ответ однозначный у всех, да, что вот такой ссор из избы выносить крайне сложно. Да, есть ситуация, когда мама выкладывает какие-то видео с ребёнком в интернет, тоже я прошу подумать несколько раз, что вы выкладываете, для чего вы это делаете, вы делаете это для себя, для ребёнка, с какой целью это делается. Потому что сейчас многие живут в сети, многие вещи отслеживаются, и, к сожалению, иногда это имеет совершенно обратный эффект, может быть, даже о котором думала мама, размещая это видео в сети. А легко ли к вам попасть на приём? Да, очень легко. Во-первых, к нам можно прийти на приём физически, каждый понедельник мы эти приёмы ведём. В период пандемии они немножко перешли в онлайн-формат, и нам можно было звонить, но сейчас мы понимаем, что многие из нас привиты, вот, и ситуация уже улучшается, да, с точки зрения заболеваний. Ну, если к кому-то тяжело доехать, да, в силу разных причин, может быть, человек в совершенно другом муниципальном образовании находится, можно позвонить 33-03-04, можно написать в официальный аккаунт уполномоченного, это и ВКонтакте, и в Одноклассниках, в Инстаграм, поэтому многие вещи я отслеживаю сама, на что хватает времени, и сама оперативно реагирую, ну, а что-то подхватывают коллеги из аппарата, естественно, мне тоже в этом помогают. Но ни один вопрос не остаётся без внимания. Самый быстрый, самый оперативный способ вам надо писать ВКонтакте? Ну, честно скажу, что в основном я веду сама Инстаграм, поэтому если писать туда, информация быстрее до меня дойдёт, потому что на некоторые соцсети не хватает времени. Да и Инстаграмом-то занимаюсь практически в полночь. А вы уже успели пообщаться с коллегами из федеральных аппаратов, из других регионов. Вот к чему это общение свелось? Вы знаете, так сложились счастливые для меня обстоятельства, что я уже побывала на двух съездах уполномоченных. Первым в Кемерово, второй в Санкт-Петербурге, который прошёл буквально 24-25 августа. Так часто коллеги встречаются? Ну, то ли так обстоятельства складываются. То ли, опять же, пандемия толкает нас на то, что нужно чаще встречаться, проговаривать вопросы. Ну, например, Санкт-Петербург ждал этого съезда уполномоченных два года. И вы сами понимаете, как они готовились к этому событию, как они его хотели провести, как это здорово и качественно было организовано. Говоря о последнем съезде уполномоченных, он был посвящён исключительно безопасности детства. И очень много вопросов с разных сторон, касаемо безопасности несовершеннолетних, детских вопросов, нами было рассмотрено, обговорено. На каждом съезде уполномоченных присутствуют федеральные эксперты. Это представители федеральных ведомств МЧС, Министерства образования, культуры. Всех тех, кто так или иначе задействованы в этой тематике. И очень хорошо, когда на площадках обсуждается тот или иной вопрос, всегда есть эксперт, который вовремя может вмешаться в дискуссию. Подсказав, что, например, коллеги, сейчас этот вопрос нами прорабатывается. Или, да, хорошо, мы это берём на карандаш, спасибо вам большое, что вы акцентировали на этом внимание. И ты понимаешь, что вопрос практически моментально выходит на тот уровень, на который он должен выйти. Более того, Анна Юрьевна Кузнецова, она очень активно тоже продвигает те идеи, которые волнуют всех уполномоченных в субъекте. В каждом из них 85 человек отстаивают интересы детства в том или ином субъекте Российской Федерации. И поэтому мы коллективно доносим наши обеспокоенности, наши предложения. И она их с удовольствием транслирует дальше, и у неё это получается, мы это видим. Видим её лице поддержку у нас. Вот мы вчера общались с одним из представителей, с одним из руководителей нашего управления Следственного комитета в этой студии, где говорили об угрозах детства, и кажется, что какая-то специфическая Владимирская проблема. Там заброшки, куда дети постоянно пробираются, часто травмируются и гибнут. Это водоёмы, где в самом маленьком водоёме ребёнок умудряется утонуть. И там падение детей из окон, когда опираются малыши на москитные сетки. В этом году без трагедии, и всё равно падения были. На самом деле, когда читаешь новости других регионов, понимаешь, что мы совершенно не особенные, и сетки у всех одинаковые, и водоёмы у всех одинаковые. Эти трагедии, на ваш взгляд, просто их нельзя предотвратить? Может, ты с коллег какой-то рецепт нашёл? Мне, правда, сложно фантазировать, как этого можно избежать. Вы знаете, я буду очень благодарна тому человеку, который даст мне тот единственный рецепт, который мог бы предотвратить все эти несчастные случаи. Сколько мы говорим о том, что будьте, родители, пожалуйста, внимательны в отношении своих маленьких детей, которые благодаря своей любознательности залезают на подоконники и выпадают из этих окон. Но, пожалуйста, если вы понимаете, что у вас дома много забот и хлопот, поставьте вот эти блокираторы, которые обезопасят вас, чтобы вам не пришлось думать о том, что у вас открыта балконная дверь или окно. 400 рублей цена вопроса. Абсолютно, да. Поэтому это цена жизни ребёнка, спросим мы, да, всех. Водные объекты. Вы знаете, с удовольствием протранслировала эту мысль и получила поддержку со своих коллег о том, что детей нужно учить плавать априори. Как ребёнок умеет читать, считает, так он должен уметь и плавать. И вот, например, в Ленинградской области, в Чуваше есть региональные программы, которые обязывают детей первого и третьего класса уметь плавать. То есть все они методом подвоза, либо в школе есть бассейн, они учатся плавать. Это очень здорово и очень хорошо, если бы Федерация нас тоже в этом поддержала, чтобы это распространялось не только на отдельные регионы, а все взяли на это на вооружение и все учили детей плавать. Конечно, в каждом из регионов может быть своя определённая специфика. Где есть, например, большие реки, где есть, например, протяжённые территории, где много лесов, и мы понимаем, что там ребёнок может уйти, там, заблудиться. Но есть универсальные, да, с которыми сталкивается каждая из регионов. И поэтому общими усилиями мы, опять же, на съезде продумывали федеральную концепцию безопасности детства. В пяти регионах данная концепция уже принята. Например, в Иркутской, Ярославской области. Я очень надеюсь, что и мы дойдём до того, чтобы принять эту концепцию. Сейчас с экспертами мы приступим к её проработке, чтобы понять, как к ней подойти, понять, есть ли у нас специфика, или мы всё-таки будем пользоваться универсальными моментами. Что туда заложить, как к этому подойти, чтобы это было максимально эффективно. Говоря о том, доходит ли информация, ну, вы знаете, наверное, для каждого информация своя в той или иной степени приоритетна. Для молодёжи, например, может быть, это быть какие-то такие интересные, неформальные видеоролики. Детям, может быть, это в каких-то сказочных моментах нужно объяснять. Да, взрослых, ну, элементарно нужно пугать, наверное, да. Как ещё иначе, по-другому, если не говорить о том, что ребёнок ваш может лишиться жизни, если вы не будете с ним на берегу реки, да, не распивать там пиво или спиртные напитки, находясь там за 10 метров до того места, где купается ваш ребёнок, или вы не купите этот запорный замок на стекло, на окно. Спасибо. Юлия, наше время подошло к концу, но, на самом деле, вопросов и тем для разговора, наверное, ещё будет очень много. Я надеюсь, что они будут хорошими. Всего вам самого доброго. Спасибо. Я думаю, что мы ещё продолжим, если вы меня пригласите в вашу студию. Обязательно. На сегодня у нас всё. В студию заглянула Юлия Ростянская, оригинальный детский омбудсмен. Завтра немного сменим тему, но немного говорим о том, легко ли самим первоклассникам адаптироваться к учёбе, школе и классу. Увидимся завтра на том же канале.